Итак, что значит свобода и независимость средств массовой информации и запрет цензуры демотополизации средств массовой информации? Сейчас все средства массовой информации находятся под контролем власти. Даже если они частные, это люди, представители Назарбаева, представители власти. И они там пишут то, что выгодно власти. Когда демократический выбор придет к Казахстану, ситуация совершенно изменится. Моя позиция простая. Государство не должно владеть никакими газетами, государство не должно владеть никаким телевидением. Все должно быть частным и будет все как в рынке. Начнут частные средства массовой информации между собой конкурировать. А как конкурирует, например, бизнес между собой? Вот, допустим, одежду торгуют. Они предлагают такой товар, который нужен потребителю, который качественный, который отражает их желание. И между компаниями, которые занимаются этим бизнесом, начинается конкуренция за своего покупателя. Средства массовой информации тоже будут бороться за электорат. За электорат не в смысле выборов, а за своего читателя. Потому что этот читатель будет им платить деньги, покупать их газету. Он будет подписываться на эти различные сайты. За подписку тоже будет что-то платить. Или даже если он не будет платить, если большое количество будет подписчиков, то эти средства массовой информации будут показывать рекламодателям, что у них миллион читателей. Соответственно, как Фейсбук работает? Он же с вас деньги не берет за то, что вы туда зашли. Но на самом деле Фейсбук живет на том, что размещает рекламу или Инстаграм. Потому что у него больше миллиарда подписчиков, пользователей и рекламодатели туда закидывают свою рекламу. Так вот, эти газеты, средства массовой информации тоже будут стараться, чтобы читателей у них было больше и подписчиков. Как этого можно добиться? Добиться очень можно просто. Эти средства массовой информации будут говорить правду. Охотятся за теми, кто коррупционер. Охотятся за различными проблемами показывать и освещать. Люди будут на это реагировать, возмущаться. Правительство будет реагировать на все эти факты. А когда народ увидит, что тайная газета действительно влиятельная, то именно ее начнут покупать. У него растет тираж, у него увеличивается объем рекламы. Доходы этой газеты растут. И тогда эта газета становится популярной и богатой.